Мы сегодня прибыли в Апшите для иностранных студентов при Хунан Институтов Инжиниринг, который находится в городе Асентань. И как раз сейчас посмотрим условия проживания ребят, которые с Кыргызстана. Так, двухместное получается проживание, кровать вот на втором этаже, есть столы для учебы, стулья. В общем, даже у них есть свой флаг на цены, прям показывающий. Кондиционер, там же у вас балкон. Вот, а ковер вы сами купили? Да. Круто. А сколько обошлось? Стою, примерно. Неплохо, в принципе. Да. Как бы уютнее, чтобы было для своего удобства, для уюта. Уют со сдэм сами. Супер. Как вас зовут, из какого города вы? Меня зовут Роуфула, я из Кыргызстана, Бишкек. Бишкек? Да. Меня зовут Калым, тоже из города Бишкек. Супер. Как вообще в целом, во-первых, город Семтань. Ну, для вас вот, вы успели как-то посмотреть город? Прошло, как уже месяц, но в общем, в целом, неплохо. Очень рад, что приехал сюда. Город понравился, да? Как бы новая культура, люди, общение, язык главное. Приехали, чтобы учиться языку же. Да. Вот, как бы язык очень такой, как бы понимающий, да? В некоторых провинциях каждый этот же есть. Ну, например, мы сейчас учим Путунхуа. Да. Разные вот эти диалекты. Диалекты, да. А здесь как? Здесь диалект, который я учил у себя в городе. Ну, в Бишкеке я тоже учил китайский язык, и здесь, как бы, диалект более понимающий. Я понимаю его. Ближе, да, к Путунхуа? Да, ближе к Путунхуа идёт. И нас понимают. Супер. Как в целом ваш университет и качество обучения, может быть? Высшее, хорошее. Хорошее, да? Всё нам даётся, чтобы мы учились. Все учебные материалы, всё предоставляется для нас. Супер. Ну, какие-нибудь, может быть, ваши какие-то советы, либо лайфхаки для будущих ребят, ну, в частности, вот с Кыргызстана, что вы могли вот посоветовать, пожелать, к примеру, от себя вот, что вы, вы, как уже, у вас есть опыт какой-то свой, которых вот ребята сейчас там находятся в Кыргызстане, и они не знают, вот приедут сюда, а, надо было то, либо надо было взять этакое, либо надо было, не знаю, что-то сделать заранее, что-то вот. Запастись вкусняшками со своего города, чтобы в дальнейшем не скучали. Мы сейчас уже месяц, и мы думаем, блин, сейчас бы чего-нибудь вкусного, такого, например, Курут. Кстати, Курута много не берите в Урумчах от Бера. Да? Да. У вас отобрали? Ну, много нельзя брать, по правилам много нельзя, а мы так, по чуть-чуть взяли. Флаг возьмите. Как? Флаг. Флаг, казалось, что-то хотел сказать. Ну, флаг это уже пожелание, да? Да, да, да. Супер. Ну, спасибо большое, ребята, за такое откровенное интервью. Вам удачи. Ну, вот мы посмотрели только что условия проживания комнат, где живут парни. Сейчас посмотрим, где живут девочки. В целом, это вот обшитие для иностранных студентов на территории кампуса. Как видите, здесь есть видеонаблюдение, то есть видно, кто заходит, кто выходит. Также там в начале входа есть комната для аишки, то есть для вахтеров. Сейчас пройдем комнату Назрин с Азербайджана и посмотрим условия проживания комнат для девушек. Это, кстати, вот подъезд и у них обширитие квартирного типа. То есть здесь могут проживать как один в комнате, однокомнатно точнее, либо в комнате могут проживать двое, либо трое. Назрин живет, кстати, пока одна. И посмотрим условия проживания. У них дверь открывается через магнитную карту, то есть нет доступа через ключ. Это санузел, плюс есть у них в комнатах уже квартирного типа прачечная, микроволновка и душ-туалет два в одно. Нагреватель воды. Все очень чисто, опрятно. Это непосредственно уже комната Назрин, однокомнатная. Также у себя новая мебель. Есть кондиционер, то есть когда будет немножко прохладно на юге, можно включать теплый воздух. Небольшой, в принципе, по размерам, как видите, но для одного человека проживание очень даже хорошее. Поэтому добро пожаловать в Сентань. Здесь, на самом деле, обширить очень даже достойный, то есть квартирного типа на высоком уровне.